Павел Иосифович Рогозин. Кто же этот? Кто же этот, что и ветры и море повинуются ему? Матфея 8.28. Апологетика. Второе издание. От автора. Вопрос, являющийся заглавием нашей книги, впервые зародился в умах людей, окружавших и близко знавших Христа. Наблюдая за его характером и действиями, эти люди невольно убеждались в том, что Иисус из Назарета Галилейского не такой же, как и все смертные люди. Людей они знали. С тех отдаленных времен и до настоящего дня всякий здравомыслящий человек, исследовавший серьезное Евангелие, приходит к тому же самому логическому выводу, что личность Христа не вмещается, не укладывается в рамки наших представлений о людях и наших суждений о них. Читатель Евангелия не может не обратить внимания на то, что никто из людей смертных не был рожден так, как Иисус. Никто не жил такой жизнью, какой жил Иисус. Никто так не говорил, как Иисус. Никто не знал людей и нужд людских так, как знал их Иисус. Никто не располагал такой властью над стихиями природы, над физическими и духовными болезнями, так, как Иисус. Никто не знал и не открывал заранее своей будущности, как Иисус. Размышляя над всеми этими фактами, мы не можем не задать себе вопроса, кто же этот, который не занимал никакого ответственного поста или общественного положения, не имел ни партии, ни капитала, ни оружия, ни армии, ни власти, ни влиятельных связей, и тем не менее мог сказать, я свет миру, я хлеб жизни, я ясен путь и истина и жизнь, я победил мир. Кто же этот, у которого при жизни не было ни зала, где бы он излагал свои идеи, ни кафедры для проповеди своего учения, и тем не менее оказал бы и спустя 20 веков, продолжал бы оказывать больше благотворного влияния на жизнь отдельных лиц, на семью, общество и государство, чем самые великие ученые, могущественные деспоты, прославленные полководцы и завоеватели, основатели всех религиозных культов и другие вожди народных масс? Кто же этот, который избавлял и все еще продолжает избавлять миллионы людей от неверия и невежества, давать им непоколебимую веру, освобождать их от пустой, бесцельной и бессмысленной жизни и вводить в жизнь святую, осмысленную и целеустремленную? Кто, кроме него, способен производить в сердцах и в жизни людей подобную перемену? В силу всего изложенного мы вправе заключить, что вопрос «Кто же этот?» остается для многих людей вопросом без удовлетворительного ответа. Поэтому задача настоящей книги, как я ее понимаю, заключается в том, чтобы ответить такому жаждущему правды читателю на этот именно вопрос и таким путем вывести его из состояния томительных сомнений, неопределенности и неуверенности и привести их к духовной ясности, бесспорной и очевидной. Иными словами, желание автора в том, чтобы познакомить читателя, пусть даже скептически настроенного, лично со Христом, представить читателя Иисуса Христа таким, каким он в действительности был две тысячи лет тому назад, каким он пребывает сейчас и каким он вскоре явится опять на землю, чтобы судить живых и мертвых. Познакомить читателя со Христом не мифологическим, мистическим, историческим или догматическим, но со Христом однажды телесно умершим и телесно воскресшим из мертвых, со Христом ныне живущим и никогда уже не умирающим, со Христом, который сегодня, так же, как и встарь, кротко стоит перед нашим духовным взором и каждого из нас кротко спрашивает, «Любишь ли ты меня?» Хочется верить, что многие не без пользы прочтут этот скромный труд и придут к тем или иным выводам и решениям. Я полагаю, что изнуренные и усталые в поисках подлинной о Христе истины найдут в книге то, чего давно уже алчат и жаждет их бессмертная душа. Скептики перейдут от гнетущего их душу бессмысленного отрицания к вере и окрыляющей надежде. Отступники возвратятся, заблудшие исправятся, погибшие спасутся, спасенные Христовой благодатью, устремят свой молитвенный взор к небу, ежедневно освящаясь, ежечасно ожидая блаженного явления Господа нашего Иисуса Христа, автор. За кого почитают меня люди? Кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть? Лука 10, 22. Личность Иисуса Христа, какой мы знаем ее со страниц Нового Завета, самая необычайная личность во всей мировой истории и самая парадоксальная. Рассуждая по-человечески, кто этот еврейский мальчик, родившийся в пещере Вифлеемской, в царствовании Цезаря Августа, Ирода и Архилая, и выросший в пределах галилейских в рыбачьем поселке Назарете. Все, что мы знаем о детстве еврейского мальчика, это то, что, будучи восьмидневным младенцем, он был обрезан, а немного позже был принесен в Иерусалимский храм и как первенец посвящен Господу Богу. Присутствовавший при этом пророк Симеон, богоприимец, и пророчица Анна выразили особый, святой восторг и предсказали ему поразительное будущее. И это все, что нам известно о его детстве. Проходит 12 лет, прежде чем мы слышим о мальчике вторично. На этот раз Евангелист упоминает о нем, как о 12-летнем отроке, который вместе с родителями, родственниками, соседями путешествует в столицу для ежегодного жертвоприношения и поклонения Богу. На обратном пути в Назарет Иосиф и Мария вдруг обнаружили, что отрока нет с ними, и, возвратясь в Иерусалим, через три дня находят его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слышавшие его, дивились разуму и ответом его. Уснащенные исключительными познаниями закона Божьего учителя, выслушав его, невольно спрашивали самих себя, «Кто же этот? Кто этот отрок из Назарета?» Описывая данное происшествие, Евангелист заканчивает его такими словами, «И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии сердца своем, и Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков». После этого случая в жизнеописании еврейского мальчика наступает еще более продолжительный период неизвестности. Проходит 18 лет, прежде чем Евангелист повествует о его выступлении на духовное поприще. Следует ли из этого заключить, что до его первой проповеди мало кто знал об Иисусе из Назарета? На этот вопрос Евангелие отвечает утвердительно, «Мое время еще не настало», отвечает он братьям, которые предлагали ему раньше срока явить себя миру. Едва ли стоит упоминать и о том, что до выступления Иисуса на публичное служение знали его те немногие лица, которые окружали его, и привыкли смотреть на него, как на уроженца одной с ними местности. На этом основании им трудно было объяснить себе происшедшую в нем перемену. Они поражались и спрашивали друг друга, «Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Яков, Иосиф, Симеон, Иуда и сестры его не сели между нами? Откуда же у него все это?» Исследуя жизнеописание Иисуса Христа внимательнее и ближе, невольно возникает вопрос, «Где же было, что делал плотников сын в течение окутанных тайной 18 лет?» В поисках ответа были написаны сотни книг, авторы которых изощрялись в бесплодных, ни на чем не основанных догадках и предположениях. Мы находим излишним перечисление и опровержение всех этих беспочвенных и крайне спорных утверждений. Бесспорно лишь то, что плотник Иисус, помогавший Иосифу в его ремесле, не закончил тогдашних учебных заведений и ко времени своего выступления с проповедью не располагал раввинским дипломом. Он знал Писание, не учившись. Иоанн 7.15. Установлено также и то, что он не посетил ни мистической Индии, как некоторые думают, ни знаменитого Ефеса, ни Древнего Рима, ни культурной Александрии. Вообще, за всю свою короткую жизнь он не был дальше 200 миль от места своего рождения и смерти. И вдруг, в личности Иисуса, которого считали сыном плотника, произошла такая изумительная перемена, что даже те, с которыми жил он в течение целого ряда лет, невольно спрашивали самих себя, кто же этот. Они хотели знать, когда, где и при каких обстоятельствах произошла в нем эта поразительная перемена. На этот вопрос Священное Писание дает исчерпывающий ответ. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, достигнув 30-летнего возраста и получив таким образом законное право на общественное служение, Иисус направился прежде всего к Иордану и, желая исполнить всякую правду, принял водное крещение от Иоанна и одновременно духовное крещение полноту Святого Духа от Своего Небесного Отца. Ибо написано, «Когда же крестился весь народ, то Иисус, крестившись, молился, отверзло с неба, и Дух Святой не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз с небес глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение!» После этого знаменательного события в жизни Иисуса все изменилось. Сын плотника, Сын человеческий явил Себя Сыном Божиим. Но прежде чем приступить к служению, Иисус возведен был Духом в пустыне для искушения от дьявола. И приступив к Нему, искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, трижды дьявол пытается получить от Него доказательства Его божественности и тем уловить Его в свою волю. Но Сын Божий выходит из этого конфликта победителем». Возвратившись из сорокадневного поста, молитвы и искушения в Галилею, Иисус остался по плоти тем же самым, каким был до крещения и пустыни, но стал совершенно иным по духу. Вот как описывает Евангелист Его первое выступление в родном городе среди знакомых Ему людей. «И возвратился Иисус в силе духа в Галилею, и разнеслась молванием по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать. И глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И делились словам благодати, исходящим из уст Его, и говорили, «Не Иосифов ли это сын?» И такое же впечатление Он производил во всех местах, куда приходил. Люди, слушавшие Его проповеди, видевшие Его чудеса, то и дело поражались, изумлялись, и не знали, чем и как объяснить происшедшую в Нем перемену. Он учил их, как власть имеющие, а не как книжники-фарисеи. Откуда у Него такая премудрость и сила? Еще не так давно общедоступный и общепонятный плотник Иисус из Назарета вдруг стал для них Иисусом непостижимым. Но скажут нам, Иисус был непостижимым тогда, в те отдаленные времена, но не теперь, когда все, что можно было узнать об Иисусе, мы уже знаем. Какое заблуждение! Напротив, спустя 20 столетия Его непостижимость не уменьшается, а увеличивается. Кто из нас не согласится с тем, что своей мудростью Христос затмил мудрость мудрецов всех веков раз и поколений. Своей непостижимой духовной властью Он уже покорил и все еще продолжает покорять миллионы и миллионы людских сердец и нераздельно владеть ими. Своими непостижимыми, сверхъестественными силами Он заставлял и заставляет каждого содрогаться и недоуменно спрашивать, кто же этот? На протяжении веков люди называли Его великим учителем, великим пророком, великим чудотворцем, великим революционером, реформатором и великим страстотерпцем. Но, несмотря на все высокие имена, Он никогда не принадлежал и никогда не мог быть сопричислен к сонму великих мира сего или занять среди них, пусть даже первое место в одни Его жизни земной. Мир языческий мало уделил внимания учителю из Назарета, да и сам Иисус никогда не ожидал от мира сего должного признания. Его взаимоотношения с миром ярко выражены следующим стихом Евангелия. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. О его взаимоотношениях с Израилем сказано, пришел к своим, и свои не приняли его. Совершая свое земное служение, Иисус проводил время не с первосвященниками и знаменитыми учителями, а с мытарями и блудницами. Он беседует о жизни, бессмертии, не с великими и влиятельными решителями мировых судеб, а с простыми рабочими, рыбаками, ремесленниками. Общаясь с этими, так сказать, подонками общества, Иисус преображает их характер к лучшему, меняет их жизнь до неузнаваемости. Поэтому люди, наблюдавшие за такими поразительными и небывалыми случаями духовного возрождения спрашивали, кто же этот? И много толков было о нем в народе. Был даже случай, когда Иисус спросил учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого? И получил в ответ разные людские суждения о нем, среди которых не было ни одного правильного. Людская толпа жила прошлым, и во Христе склонна была усматривать Илью, Иеремию, Иоанна Крестителя и кого угодно из древних пророков. Но она была слепа, чтобы видеть в нем обетованного Богом и предсказанного пророками Мессию, Христа, Спасителя мира. Услышав такие разноречивые о себе мнения толпы, Иисус обратился с этим же вопросом к своим ученикам. А вы за кого почитаете меня? Симон Петр отвечая сказал, Ты, Христос, сын Бога живого. Тогда Иисус сказал Петру в ответ, Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Вопрос, за кого почитают меня люди? Христос ставил людям в течение всех веков истории христианства. В результате история сохранила множество превратных ответов, что подтверждает истинность пророчества, сказанного о Христе Симеоном, богоприимцем. Се, лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. Как ни странно, любвеобильный спаситель мира Христос никогда не переставал возбуждать в людях интерес к себе и быть предметом споров и препирательств и пререканий. И по сей день кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца и кому хочет открыть. К сожалению, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что осем надо бы судить духовно. Вот почему никогда раньше не было в мире такого множества злобных и недобросовестных критиков Христа и христианства, как в последнее время. Прикрываясь громкими именами литераторов и ссылаясь на авторитет всемирно известных ученых, такими именно критиками оказались духовно слепые ученые, и богословы, появившиеся в конце XVIII и в начале XIX века во Франции и Германии. Один из них, немецкий богослов Давид Фридрих Штраус, написал книгу «Жизнь Иисуса», в которой старался всячески доказать, что Христос, как личность, никогда не существовал, а Евангелие объявил сборником мифов, созданных евангелистами. Этот, помраченный в разуме и отчужденный от жизни Божией богослов, бесстыдно и преступно закрыл свои глаза на тот общепризнанный факт, что жизнь Христа прошла не в какие-то отдаленные доисторические времена или неустановленные наукой эпохи, когда создавались легенды, мифы и неправдоподобные вымыслы, но в самый расцвет Римской империи и возрождение греческой культуры. Этот суеслов не знал также и того, что римский философ Сенека, родившийся за четыре года до Рождества Христова и умерший в 65-м году по Рождестве Христовым, жил и создавал свои произведения в годы пребывания Христа на земле. Знаменитый римский поэт Вергилий был мальчиком, когда Христос избирал себе апостолов. Атацит, Плутарх и другие общеизвестные исторические персонажи жили одним поколением позже, из этих современников Христа в какой-то галереи мифов. Если Христос миф, тогда к разряду мифов надо было бы отнести всех известных нам общеизвестных деятелей эпохи Христа, как то Цезаря Тиверия, Понтия Пилата, царя Ирода, первосвященников Анну и Каиафу и множество других лиц. Не подлежит также сомнений и то, что четыре канонических Евангелия не является выдумкой четырех Евангелистов. С той и бессмысленной выдумкой следует рассматривать богословский в кавычках труд Штрауса о мифологическом Иисусе. Штраус не учел того, что если бы Иисус был ими выдуман, то как могли эти четыре Евангелиста описать один и тот же характер Христа, а не создать каждый своего собственного героя? Или скажем больше, как четыре автора могли сговориться, чтобы изобразить Иисуса неподражаемым, святым, безгрешным человеком и совершеннейшим Богом. Если бы Штраус был способен принимать то, что от Духа Божия, и исследовать четыре Евангелия более внимательно, он должен был бы согласиться с тем, что никакие литературные гении не были бы способны, сговорившись, выдумать что-либо подобное. Все вышеуказанное полезно было бы знать и другим философам и богословам, современникам Штрауса. К ним следует отнести во-первых Бруно Бауэра, прославившегося беспощадной критикой книг Священного Писания. Но где теперь Бруно Бауэр, и куда девалась его слава, полученная им от невежественной толпы безбожников? Воистину исполнились слова того Писания, которое он, Бауэр, высмеивал, и славу их обращу в бесславие, говорит Господь. Осия 4.7. Во-вторых, Фердинанд Христиан Бауэр, этот немецкий богослов в своих произведениях отрицал историчность всего Нового Завета, кроме четырех посланий апостола Павла. Подобно другим нечестным критикам Христа Священного Писания и христианства, Бауэр больше изучал какие-то весьма сомнительные происхождения документы, чем личность самого Христа, и поэтому сам сбился с пути Господня и других увлек за собою. Третьих Ридрих Шлеермахер Этот немецкий богослов, философ и проповедник написал несколько сочинений «Христианская вера», «Речи о религии», «История философии» и прочее, в которых утверждал ту же самую, ни на чем не основанную идею о возникновении христианства из мифа. «Христос миф». На этом мифологическом христе христианство было основано на нем, оно росло и развивалось, уверял этот сумасброд. Но может ли здравомыслящий человек говорить вообще о какой-то легендарной личности Христа? Нет надобности быть ученым богословом, чтобы иметь хотя бы элементарное представление о митических персонажах, о легендарных, сказочных, вымышленных личностях и убедиться в том, что Христос никак не может быть продуктом народного мифотворчества? Христос имеет личную родословную, тогда как ни один мифологический герой этого не имеет. Христос, как мы уже говорили, неразрывно связан хронологией всемирной истории, чего лишены все известные нам мифы. Всемирная история зарегистрировала время, место и обстоятельства его рождения, город, где он воспитывался, род его занятий, возраст, в котором он выступил на служение, чего никак нельзя сказать ни об одной мифологической личности. Нам известны имена людей, вошедших в историю, которые стояли в оппозиции ко Христу и его учению. Мы знаем причину его отвержения по ныне существующей нацией, мы знакомы со всеми деталями его смерти. Нам известна загадка пустого гроба и секрет возникновения внезапного роста неистребимой в веках и тысячелетиях церкви Христовой, чего нельзя приписать ни одному из всех известных нам мифов. Пусть же все эти вышеупомянутые философские и богословские светила укажут нам хотя бы на один единственный миф, который способен был бы направить в свое русло всю историю человечества, не изложить одну из величайших мировых империй, создать самое совершеннейшее учение, быть в течение двух тысяч лет для миллиардов душ, смыслом жизни и смыслом истории, устремлять умы и сердца людей к Богу, к святости, к любви, к миру, к самоотречению и самопожертвованию. А если эти философы и богословы не могут указать на подобный миф, не могут указать по той простой причине, что таких мифов никогда на земле не было и быть не могло, то что же остается нам сказать этим в кавычках светилам, как не повторить запрет царя Давида, да заградятся уста говорящих неправду. Псалом 62. Но это еще не конец. Перечисляя главных критиков христианства, нельзя не упомянуть еще одного из них, известного французского ученого Эрнеста Ренана. Этот католический поп-растрига, ставший позже профессором еврейского, халдейского и сирийского языков в колледже Франции, написал книгу жизни Иисуса и закончил ее страстной пятницей, распятием. В отличие от немецких критиков, Ренан признавал Христа как личность историческую, как величайшего учителя совершеннейшей морали, но отрицал его божественность. Он тоже допускал возможности чудес, вообще, но решительно отрицал евангельские чудеса. Всем чудесам, упоминаемым в Евангелиях, Ренан находил наивные естественные объяснения. Книга, написанная весьма красивым художественным стилем, имела ошеломляющий успех. Новая идея, построенная на старом отрицании, импонировала множеству тогдашних скептиков, желавших иметь хотя бы какое-нибудь научное основание для своего неверия. Этой нашумевшей книгой Ренан сопричислил Иисуса к лику великих мира сего, но, к сожалению, своим льстивым лапзанием Иуды Он предал Христа как Сына Божия. Такова вкратце история ложной идеологии, ставшей впоследствии источником материализма. В настоящем труде мы упомянули имена только больших слонов, на которых стояло и утверждалось безбожие минувших столетий, включая наших современных богоотрицателей и богоненавистников. Конечно, кроме этих слонов была целая плеяда их подражателей и поклонников, имена которых вряд ли заслуживает упоминание, так как тот, кто прочел одну из их книг, прочел все. Ибо все их мудрствования представляют собой ту же самую отраву, только под разными соусами, маскирующими безбожие. Все эти писатели духовных в кавычках произведений, не имея в себе ни веры в Бога, ни должного духовного опыта, тщетно старались постичь Христа непостижимого, безрассудно надмиваясь плотским своим умом. Все они оказались в роли прославленных безбожников, гробокопателей, которые безнадежно пытались зарыть ненавистного им Христа в новой могиле, вырытой их писательскими перьями. Но в одном был прав Ренан, сказав, «Ничто так недолговечно, как истина». Да, она в огне не горит и в воде не тонет, ты ее похорони, а она вновь воскреснет». Начиная с того евангельского случая, когда первосвященники и старейшины народа подкупили стражу и повелели ей, «Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли тело его, когда мы спали». Враги Христова неустанно измышляли о нем все новую и новую ложь. Через все минувшие века вплоть до настоящего дня они всячески старались сгущать вокруг него тьму, но лучи божественного света, исходящие от личности и учения Христа всегда оказывались несравненно сильнее всякого мрака. Вот почему спустя 2000 лет жутких, ни на чем не основанных нападок на Христа мы все еще можем торжественно заявить, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Личность Христа всегда была и навеки пребудет величайшей исторической личностью, буквально водканной в историю, литературу, искусство, народный быт, традиции, во все проявления подлинной христианской жизни, которая обоснована на той бессмертной христовой истине, без которой не было ни христианской цивилизации, ни разумного назначения истории, ни смысла для нашего земного странствования, ни предельной небесной цели. А где сейчас вся писанина этих некогда нашумевших ученых критиков? Она взвешена на всех на весах священного писания всемирной истории и непровержимых фактов и найдена очень легкой. Непреложное же Слово Божие по-прежнему живо и действенно и острее всякого меча бою до острова. Оно навеки утверждено на небесах, оно пребывает вовек. Вопрос, который Христос поставил своим ученикам 2000 лет тому назад, Он предлагает каждому из нас сегодня. А вы за кого почитаете Меня? Христос. Кто Он в нашем представлении? Кем является Он для нас лично? Просим самих себя, принадлежу ли я группе тех людей, для которых Христос единородный Сын Божий, или же к тем, у кого еще нет такой полной и окончательной ясности? Кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын Бога и Христа приходят нам не путем знания, а путем откровения. Христос сказал «Славлю Тебя Отче, Господи неба и земли, что Ты утаился и от мудрых и разумных и открыл то младенцам». То, что Бог утаил от разума, Он открывает сердцу. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Его «Что вы думаете о Христе? Чей Он Сын?» Матфея 22, 42. «Мы знакомы с процессом естественного зачатия и рождения человека, но когда нам говорят, что был некто, пришедший в мир, кто миновал этот процесс, тогда мы считаем себя вправе спросить, кто же этот, который явился исключением из общего правила? Мы желаем проникнуть в тайну подобного сверхъестественного зачатия, познакомиться с этой загадочной личностью и таким путем рассеять нашу вполне резонную озадаченность. Мы прекрасно понимаем, что для людей, воистину верующих и признающих евангельские повествования, как богодухновенные слова Божии, загадка личности Христа и его сверхъестественного рождения принимается верою, навсегда остается тайной боговоплощения, тайной для души понятной, а для ума непостижимой. Но не так смотрят на это люди мира сего, совопросники, враги и критики Христа и христианства. Так ясно и просто звучат слова третьего члена никейского символа веры «Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловещася». И тем не менее нет другого догмата, который являлся бы таким объектом нападок со стороны безбожников и материалистов и таким центром разногласия среди духовно-мертвых христиан, как этот догмат. Смущать этим явлением не приходится. Подобное критическое отношение людей к вопросу сверхъестественного зачатия и рождения Христа не ново. Сам Христос задал в свое время вопрос фарисеям «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» И получив три разноречивых ответа сын Иосифов, сын Давидов и сын Божий. Заслуживает нашего внимания вопиющая нелогичность двух первых суждений. Если родившийся Мессия Христос сын Иосифа, то почему же Мария должна была ответить ангелу, «Как это может быть, когда я мужа не знаю?» Если Христос сын Иосифа, то почему сам Иосиф, узнав о ее зачатии, хотел тайно отпустить ее?» Нелогичность второго осуждения была вскрыта самим Христом, задавшим следующий вопрос Парисеям, «Если Давид называет Христа Мессию Господом, то как же он сын Давиду?» И никто не мог отвечать ему ни слова, свидетельствует очевидец. Многие из народа, услышавшиеся и слова, говорили, он точно пророк, другие говорили, это Христос. И так произошла о нем распря в народе. С тех пор и до настоящего дня споры о Христе не прекращались. Бесспорным остается лишь то, что воплощение Христа, о котором идет речь, непростая доктрина или догмата, о котором богословы не могут иметь свои личные мнения. Но это славная реальность, дивный факт, без какого не было бы спасения порочному человечеству. Нельзя забыть того, что сверхъестественное чудесное зачатие и рождение Спасителя, краеугольный камень христианства, С ним связано искупление и жертвоприношение агнста Божия на Голгофе. Воплощение Иисуса Христа Бог и человек соединяются в одном лице и уже никогда больше не разлучаются. В этом одно из проявлений тайны Бога воплощения. Апостол Ян Богослов, хорошо знавший Христа в его земном унижении, пишет в Апокалипсисе Я обратился чтобы увидеть чей голос говоривший со мною и обратившись увидел подобного сыну человеческому и лицо его как солнце сияющее в силе своей и когда я увидел его то пал к ногам его как мертвый и он положил на меня десницу свою и сказал мне не бойся я этим первый и последний живый и был мертв и сежив во веки веков и беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти и слово стало плоти и обитало с нами полное благодати и истины при воплощении тело Христа не было спущено с неба но было рождено Девой Марией как написано Бог послал Сына Своего Единородного который родился от жены Галатам 4.4 в его рождении мы наблюдаем начало развития и завершения естественного процесса он был семенем жены плодом чрева до тех пор пока не наступило время родить ей апостол Павел поясняет необходимость этого процесса следующими словами как дети причастны плоти и крови то и он так же воспринял он и я он должен был во всем уподобиться братьям сделаться подобным человеком резюмируя все вышесказанное мы должны заявить что рождение Христа от Девы было божественной необходимостью первым основанием для такого именно рождения были пророчества священного Писания которые не могли быть нарушены ибо у Бога не остается бессильным напрасным не исполнившимся никакое слово Бог предсказал через пророков за 700 лет до Рождества Христова что Мессия придет в мир не вполне обычным образом что Христос явится но не как взрослый человек а как младенец что местом его рождения будет Ифлием а местом жительства и служения Галилея языческая принимая во внимание то что из всех 39 канонических книг Библии 35 книг содержат пророчества об воплотившемся Христе мы вынуждены размерами настоящего труда отказаться от перечисления этих пророчеств располагая таким множеством исполнившихся пророчеств мы лишены права сомневаться в их подлинности если пророчество Библии ошибается в вопросе воплощения Христа то кто способен был бы полагаться на Библию во всех других вопросах веры вообще и особенно в вопросе нашего вечного спасения отвергать непорочное зачатие и рождение Христа значит не заводить на нет авторитет священного Писания но откровения твои несомненно верны откровения твои правда и совершенная истина вторым основанием для подобного рождения Христа было то что Бог имел ввиду дать человечеству спасителя который был бы абсолютно свободен от вошедшего в мир греха факт тот что грех вошел в мир и вошел он через Адама через Адама все согрешили лишены славы Божией согрешивший Адам стал родоначальником греховного потомства ибо одним человеком грех вошел в мир и с грехом смерть и смерть перешла во всех человеках потому что в Адаме все согрешили Адам передал свою греховную природу своим детям и всем грядущим поколениям рода человеческого поэтому было божественно необходимо чтобы принося себя самого жертву умилостивления Христос был бы чистым и непорочным агнцем каждый из нас пришел в мир не праведником или невинным а грешником каждый из нас может отнести к себе исповедание царя Давида который сказал вот я в беззаконии зачат и в грехе родила меня мать моя Христос не должен был так родиться если бы Христос родился так же как и прочие люди унаследовав греховную природу Адама тогда он не только не мог бы искупить нас грешником но сам лично нуждался бы в искуплении говоря образно для того чтобы уплатить Богу долги наши Христу надлежало самому быть свободным от задолженности перед Богом спрашивается как же Бог разрешил эту весьма сложную и для нас неразрешимую проблему непорочности как Бог сочетал в своем единородном сыне Иисусе Христе свою божественность нашей человечностью размышляя над этим апостол Павел не мог удержать от восторга и не воскликнуть о бездна богатства и премудрости и ведения Божия как непостижимы судьбы замыслы и неисследимы пути его и действительно сам Бог уготовал Христу его физическое тело посему входя в мир Христос говорит жертвы и приношения ты не восхотел но тело уготовало мне Евреям 10.5 в этом теле должна была обитать естественная и сверхъестественная личность Бога человека а посему и зачатие его должно было быть естественным и сверхъестественным Бог сказал Марии через ангела Гавриила что родившийся младенец не будет сыном Иосифа но что он будет велик и наречется сыном Всевышнего вот почему по линии Отца Христос Сын Божий а по линии Матери Христос Сын Человеческий в первом случае Христос личность безначальная в начале было Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог а во втором случае Христос личность историческая и Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины и мы видели славу Его славу как единородного от Отца такова генеалогия божественности Христа у Евангелиста Иоанна Три остальных евангелиста подчеркивающие его человеческое естество приводят его земную родословную два генеалогических дерева Христа приведенных в Евангелиях имеют колоссальное значение обе родословных говорят о том что Бог привел свой божественный план спасения рода человеческого в исполнение через избранный им народ израильский начиная от родоначальника этого народа Авраама и кончая явлением самого спасителя замечательно также и то что два генеалогических дерева Христа указывает пророчески на известную историческую эпоху в которую появятся наглые ругатели отвергающие непорочные зачатия Христа и его историчность только Бог мог знать что такие попытки будут и предусмотрительно поместив родословные Бог лишил отрицателей историчности Христа всякого основания кстати сказать ни один из серьезных историков не отрицает историчности Христа но это отрицание на это были способны только неучи и невежды в этом предмете напротив великий философ и ученый Декарт не был склонен сперва признать этот факт но после долгих исследований и проверок должен был все же согласиться с историчностью Христа даже всем известный вольнодумец Вольтер должен был написать существовал какой-то еврей которого люди называли Иисусом и который был распят за богохульство в царстве римского императора Тиверия первая родословная евангелиста Матфея царская родословная Иисуса Христа который он унаследовал от своего приемного отца Иосифа сына Авраамова и кончается так Матфан родил Якова и Яков родил Иосифа мужа Марии от которой родился Иисус называемый Христос во всей родословной чувствуется божественная логика заметьте что в этой родословной которая идет по мужской линии Матфей пользуется словом родил 39 раз Авраам родил Исаака Исаак родил Якова и так перечисляет 28 поколений но когда евангелист подходит к историческому факту рождения Христа мы вдруг обнаруживаем что слово родил отсутствует упущено вместо того чтобы продолжать Яков родил Иосифа Иосиф родил Иисуса евангелист Матфей по вдохновению Духа Святого пишет Яков родил Иосиф мужа Марии от которой и родился Иисус называемый Христос Христос как царь Израилев должен был прийти по линии Авраама Давида и Соломона евангелист Матфей провел эту истину в своей хронологии у евангелиста же Луки начинается так Иисус начиная свое служение был лет 30 и был как думали сын Иосифов Ильиев Матфанов Левиин Нафанов Давидов Яковлев Исааков Авраамов Ноев Сифов Адамов Божий заметьте что родословная Мария идет от Давида но не через Соломона как это у Матфея а через Нафана другого сына Давидова брата Соломонова отсюда следует заключить что как Иосиф так и Мария оба происходили из рода Авраамова и царственного дома Давидова поэтому ангел Гавриил сказал Марии и даст ему Господь Бог престол Давида отца его и будет царствовать над домом Иакова во веки веков и царство его не будет конца часто люди спрашивают почему родословная Библия обычно идут по мужской линии Авраам родил Исаака и так далее когда фактически рождает не отец а мать Библия вместе с ней и ученые биологи говорят что при зачатии младенца отец передает свою кровь потомству а мать дает все что необходимо для роста и развития зародыша причем образовавшийся зародыш с первого момента жизни вырабатывает свою собственную кровь обычно дети принимают фамилии не матери но отца это происходит по той же самой причине жизнь передается сыну или дочери не семенем жены а семенем мужа поразительно то что Библия упоминает также о семени жены но один единственный раз когда Бог дает падшему человеку обещание послать спасителя обращаясь к змею Бог говорит и вражду положу между тобой и между женою и между семенем твоим и семенем ее оно будет поражать тебя в голову а ты будешь жалить его в питу здесь как мы видим говорится не о семене мужа а о семени жены что указывает на явное биологическое чудо так как ни один смертный никогда не родился от семени по словам ученых подобное рождение противоречило бы основным законам биологии эта раишина была открытой самой деве Марии на вопрос как это может быть когда я мужа не знаю ангел отвечает дух святой найдет на тебя и сила всевышнего осенить тебя посему и рождаемая святым наречет говорят что устранением одного родителя отца не гарантирована безгрешность рождаемого так как грех может перейти через мать но из выше приведенного ответа ангела мы видим что эта опасность была не только предусмотрена Богом но и устранена Бог гарантирует святость рождаемого младенца своим божественным предусмотрением как же это произошло начиная свое повествование о Христе евангелист Матфей пишет рождение Иисуса Христа было так по обручению матери его Марии с Иосифом прежде нежели сочетались они оказалось что она имеет в очреве от Духа Святого Иосиф же муж ее будучи праведен и не желая огласить ее хотел тайно отпустить ее но когда он помыслил это все ангел Господень явился ему во сне и сказал Иосиф сын Давидов не бойся принять Марию жену твою ибо родившийся в ней есть от Духа Святого родить же сына и наречешь ему имя Иисус ибо он спасет людей своих от грехов их встав от сна Иосиф поступил как повелел ему ангел Господень и приняв жену свою и не знал ее как наконец она родила сына свое первенце и он нарек ему имя Иисус таково описание Духа Святого неповторяемого в истории события рождение Девы и божественного младенца ни один земной автор не был бы способен так просто изложить этот весьма деликатный факт передать его с такой чистотой искренностью и точностью в этом рассказе нет ни тени подозрений какой-то недосказанности или чего-либо постыдного и предосудительного одновременно евангелист Лука передает разговор ангела Гавриила с Девой Марией и сказал ей ангел не бойся Мария ибо ты обрела благодать у Бога и вот зачнешь в очреве и родишь сына Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенить тебя посему и рождаемое Святой наречется Сыном Божиим Сила Всевышнего Что же это за сила это та сила которая упоминается в первых двух фразах Библии земля была безвидна и пустая и тьма над бездной и Дух Божий носился над водою это та сила Всевышнего которая сотворена земля и все что на ней вселенная и все что наполняет ее это та сила которая сотворила человека мужчину и женщину из праха земного ангел Гавриил сообщает Марии что это именно сила Всевышнего осенит ее что значит осенить осенить значит затенить своей тенью покрыть собой охватить объять и будет шатер для осенения днем от зноя говорит Исаия 4.6 на горе преображения явилось облако и осенило учеников и устрашились когда вошли в облако и беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти явился как сын Марии который будучи зачат от Духа Святого вышел из утробы матери своей питался ее молоком был у нее в послушании возрастал и укреплялся как подлинный человек оставаясь всегда совершеннейшим Богом мы не намерены здесь давать вам исчерпывающие объяснения как Бог совершил это чудо потому что у нас людей пусть даже культурных и высокообразованных нет ни достаточного ума ни соответствующих способностей для того чтобы проникнуть в тайну Бога воплощения но это не мешает нам размышлять о происшедшем событии и вникать в личные переживания людей прямо или косвенно связанных с этим событием обратили ли вы например ваше внимание на неверие самой Девы Марии когда ангел Господень возвестил ей о возможности подобного сверхъестественного рождения младенца это неверие ярко выражено в ее вопросе как это может быть когда я мужа не знаю задумались ли вы когда-нибудь над тем каким потрясающим ударом для Иосифа была новость о том что Мария имеет в очреве от Духа Святого Иосиф был изумлен и объят страхом но не за себя а за судьбу Марии и он имел для этого серьезное основание он знал что в очах Божьих в очах его народа обручение их было таким же священным как и сам брак с момента обручения они рассматривались мужем и женою хотя фактически становились ими только после бракосочетания по закону если бы обрученный Иосиф умер до брака Мария рассматривалась бы его вдовою Иосиф отлично понимал то положение в котором оказалась Мария он знал что обнародовать огласить сказать людям что обрученная Мария беременна означало исполнить то что написано в законе если кто женится и не найдет девство от раковицы то траковицу пусть приведут к дверям отца дома отца ее и жители города ее побьют ее камнями до смерти старозаконие 22.21 вот почему Иосиф муж ее будучи праведен и не желая огласить ее хотел тайно отпустить ее Иосиф не поверивший словам Марии об ангеле и духе святом все же решил сохранить в тайне неверность Марии и отпустить ее воспользовавшись другим законом дать ей разводное письмо как не нашедшие благоволения в глазах мужа старозаконие 24.1 принять Марию рассматривать незаконно рожденного младенца своим собственным Иосиф не допускал этого третьего выхода 25.1 нужно было ангелу Гавриилу лично явиться к Иосифу объяснить ему все и подтвердить правдивость слов Марии 26.1 Иосиф сын Давидов не бойся принять Марии жену твою ибо родившийся в ней есть от духа святого Иосиф поступил как повелел ему ангел все дева зачнет и родит сына таково было пророчество Исаии ибо младенец родился нам сын дан нам говорит Исаия в 9 главе оба эти пророчества в точности исполнились младенец родился означает естественное рождение Христа по плоти от Девы Марии сын дан нам указывает на сверхъестественное явление сына Божия ибо так возлюбил Бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную верно и всякого принятия достойно слова евангелиста Матфея говорящего рождение Иисуса Христа было так но вот появились люди которые нагло заявляют что рождение Христа было вовсе не так как говорят евангелисты а так как оно предоставляется им в их больном воображении по заверениям этих людей не было ни ангельского пения на полях рефлеентских ни ислей ни пастухов ни восточных мудрецов с богатыми дарами этими отрицателями в последнее время так называемые модерные богословы обладатели громких имен высоких санов и разных научных степеней эти уже учители атомного века рассматривают нас по детски верующих в истории боговоплощения людьми темными отсталыми суеверными и крайне узкими мы не возражаем слава богу за такую узость наши узкие взгляды держат нас на узком пути ведущим в жизнь вечную модерные богословы ученые материалисты и безбожники не знающие ни господа ни его божественного слова ни его всемогущей силы авторитетно заявляет зачатие младенца без участия земного отца явление биологически невозможное немыслимое и необъяснимое но спросим мы этих авторитетных особ понятно ли объяснимо ли для них естественное зачатие младенца мы привыкли рассматривать естественное рождение человека вполне знакомое нам и обычное явление но так ли это не является ли оно даже для современной науки неразгаданной еще тайной не приравнивается ли оно в некотором смысле явному чуду зачатие человека в утробе матери начинается двумя клеточками эти клеточки питаемые организмом матери вырабатывающие собственную кровь создают в себе разные виды материи кожу кости ткань эмаль волосы нервы ногти в этом зародыше имеется абсолютно все для формирования всего человека включая его характер наклонности физические свойства интеллектуальные способности таланты и прочее и все это проявляется в организме строго установленном богом время в определенном месте для многоразличных целей и надобностей это ли не чудо господа ученые непорочное зачатие о котором идет речь не противонаучное ненаучное а сверхнаучное такое зачатие предполагает вмешательство силы божьей чудо а чудо выходит за пределы науки ученые сами говорят что чудо находится вне сферы их научной деятельности а поэтому они лишены права отрицать или подтверждать сверхъестественные явления поразительно то что евангелист Лука будучи человеком науки врачом возлюбленным вникает больше других евангелистов во все подробности зачатия и рождения божественного младенца и делает это в таком духе который свойственно только людям верующим исполненным мудрости божьей он не боится того что божьи действия могут выйти за пределы его ограниченного ума дальше тот же Лука упоминает о том что ангел Гавриил укрепил веру Марии и указав на случай с родителями Иоанна Крестителя где рождение младенца тоже было делом биологически немыслимым так как Елисавета была небесплодна и оба они были уже в летах преклонных когда ангел явился к Захарии мужу Елисаветы и объявил ему что жена твоя Елисавета родить тебе сына Захария тоже не поверил ангелу говоря я старый жена моя в летах преклонных однако рождение Иоанна предтечи оказалось для Бога простым и естественным делом Бог делает так чтобы благоговели перед лицом его не та же ли самая биологическая невозможность стала чудесной возможностью семья Авраама и Сарры Авраам и Сарры были старые в летах преклонных и обыкновенная у Сары прекратилась когда ангел возвестил им о том что у них родится сын Сара внутренне рассмеялась сказав мне ли когда я состарилась иметь сие утешение и господин мой Сар и сказал господь Авраам отчего это рассмеялась Сара жена твоя Сара же сказала нет я не смеялась неужели я действительно могу родить когда я состарилась если что трудное для господа нам непонятно появление в мир бога человека родившегося сверхъестественным путем но ведь бог и прежде создавал людские тела не менее чудесным образом возьмем например появление первого человеческого организма на земле на вопрос как бог создал Адама библия отвечает из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою таким же непостижимым для нас действием бог создал Еву из ребра Адамова не менее чудесным образом бог создавал всех людей снабдив отца и мать репродуктивными органами и подчинив появление на свет потомство биологическим законам вас смущает то что Иисус Христос не имел земного отца только мать но Адама и Еву вовсе не было родителей спрашиваться в какое из этих чудес легче верить все что бог создал и непрестанно продолжает творить все чудесно поэтому напрасно люди материалистической науки силится объяснить все наблюдаемые нами сверхъестественные явления естественным путем напрасно они пытаются ограничить бога в его действиях установленными богом законами природы вообще и биологическими законами в частности бог не знает никаких ограничений вот я господь бог всякой плоти если что невозможно для меня и ремей 32 27 до сих пор мы говорили об ученых безбожниках отрицающих непорочное зачатие рождения Христа но не решает упомянуть еще и о тех модерных служителях алтаря которые стараются скрыть свое неверие дипломатическим подходом к вопросу непорочного зачатия Христа они говорят вопрос что вы думаете о Христе чей он сын вопрос несущественный не имеющий в делах веры решающего значения но так ли это возможно что для них модернистов приверженцев обезьянь теории вопрос происхождения спасителя мира и не имеет значения но для всех последователей Христа и для всего подлинного христианства этот вопрос безусловно имеет решающее значение не удивляйтесь я скажу что от этой доктрины непорочного зачатия Христа зависит судьба всех других главных догматов подлинного христианства едва ли можно сомневаться в том что отрицая догмат непорочного зачатия и рождения Христа мы тем самым ставим под сомнение догмат о его безгрешности непогрешимости слово Божие учит без малейшей условности и тени сомнений что он не сделал никакого греха и не было лести в устах его Христос был искушен во всем кроме греха Христос всегда был и навсегда пребудет как непорочный агнец святый непричастный злу отделенный от грешников и превознесенный выше небес Христос не имел чувства греховности он никогда не грешил и поэтому никогда не каялся такой безгрешный человек в моральном мире является не меньшим чудом чем непорочное зачатие в мире физическом допустить что он сын Иосифа и пришел в мир по линии падшего Адама значит усомниться в абсолютной его праведности чистоте и святости если мы отрицаем непорочное зачатие Христа мы тем самым низводим на нет то ради чего Христос являлся на землю догмат искупления догмат заместительной жертвы Христа Библия учит что он явился для того чтобы взять грехи наши и что в нем нет греха ибо не знавшего греха Бог сделал для нас жертву из-за грех чтобы мы в нем сделались оправданными перед Богом Христос однажды пострадал за грехи наши праведник за неправедных Ян Креститель говорит все агнец Божий который берет на себя грех мира но если Христос пришел в мир естественным путем и о нем можно сказать тоже что и о всех людях в беззакониях ты зачатый во грехе родила тебя мать твоя тогда как можно говорить о Христе как о святом и совершенно магнстве искупителе человека как если мы отрицаем непорочное зачатие Христа мы одновременно отрицаем и троицу единосущную и нераздельную мы отрицаем Иисуса Христа как единородного сына Божия который был прежде создания мира и явился в последние времена для нас уверовавших через него в Бога который воскресил его из мертвых и дал ему славу чтобы мы имели веру и уповали на Бога эту славу Сын Божий имел до воплощения но обнищал ради нас уничижил себя оставил славу небес сделался подобным человеком эту славу Христос принял от Отца при воскресении Своем из мертвых Христос на тайной вечере молился я прославил тебя на земле совершил дело которое ты поручил мне исполнить и ныне прослав меня ты отче у тебя самого славы которую я имел у тебя прежде бытия мира пророки говорят о Христе как о том происхождение которого изначало одни вечны что он Бог крепкий Отец Вечности Христос многократно говорит об этом прежде нежели Авраам был я есмь когда сказали ему кто же ты Иисус сказал им от начала сущий эти слова были сказаны о себе самим Христом и что означали бы если бы Христос был обыкновенным сыном плотника Иосифа из Назарета отрицать непорочное зачатие Христа значит отрицать догмат богодухновенности священного писания допустить что все сказанное в писании о непорочном зачатии Христа ошибка или неправдоподобный вымысел евангелистов означало бы что писание отнюдь невернейшее пророческое слово сияющее в темном месте отрицать непорочное зачатие Христа значит лишить самого Господа Христа главной основы его телесного воскресения из мертвых только Христос абсолютно святой и безгрешный непричастный греху мог быть свободен от власти смерти смерть является возмездием за грехи наказанием за нарушение воли Божией но Христос не нарушил а исполнил волю Божию и как непричастный греху умер на Голгофе не за свою вину которой у него не было а за нашу Он воспринял нашу плоть и кровь чтобы смертью лишить сил имеющую державу смерти то есть дьявола и избавить тех которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству Христос воскресением расторг узы смерти ибо есть смерть и невозможно было удержать его отрицать непорочное зачатие Христа значит отрицать вообще все с ним связанное его непорочную безгрешную жизнь его совершеннейшее учение его сверхъестественную силу его вознесение на небо и его второе пришествие на землю одним словом отрицать весь Божий план спасения человечества разрушать весь фундамент всю структуру все догматы на которых основано и зиждется подлинное христианство вот почему приступая к рассмотрению вопроса о непорочном зачатии Иисуса Христа подходя к границам разделяющим духовную сферу от сферы материальной нам всегда належит вспомнить слова Божии обращенные к Моисею не подходи сюда сними обувь твою с ног твоих ибо место на котором ты стоишь есть земля святая припояшь чресло ума твоего истиною и не мудрствуй сверх того что написано в Библии в окружающей нас природе существует целый ряд проверенных наукой случаев и фактов подтверждающих возможность зачатия только матерью без участия отца но исполняя вышеприведенные повеления Господня Святой Земле мы отказываемся перечислять здесь эти факты и случаи чтобы не оказаться перед лицом Божиим кощунниками и беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти Боговоплощение не только тайна но великая тайна и кто способен проникнуть в ней и полностью постичь ее кто может объяснить нам как всемогущий Бог которого не вмещает небеса небес сделался подобным человеком и по виду ставка в человек рассказывает об одном ученом натуралисте который проходя мимо большого муравейника заметил что мириаду муравьев вдруг засуетились на тех местах куда легла тень ученого натуралист подумал если бы муравьи знали как много научных трудов я написал о них и как я люблю их восхищаюсь их трудолюбием и организованностью они конечно не боялись меня и моей тени но каким способом я могу подойти к ним объяснить им все и убедить их в моей любви к ним натуралисту не пришлось долго ломать голову ибо ответ напрашивался сам собою я должен был бы сам стать муравьем подумал ученый и на их языке передать им мои мысли и чувства эта мысль у верующего ученого сменилась другой не так ли Бог поступил с нами когда явился в наш человеческий муравейник в лице Бога человека Иисуса Христа прав был Соломон сказав все соделал Бог прекрасным в свое время хотя человек не может постигнуть дел которые Бог делает от начала до конца Иисус 3 11 как ты не знаешь путей ветра и того как образуются кости в очереди беременной так не можешь знать дело Бога который делает все познал я что все что делает Бог пребывает вовек и к тому нечего прибавлять и от того нечего убавлять его безгрешная жизнь познание Сына Божия Ефесянам 4.13 Никейский символ веры так близко отражающий и так удачно суммирующий план Божьего спасения упустил почему-то упомянуть о жизни и чудесах Спасителя от Христа сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святаго и Марии и Девы символ веры переходит ко Христу распятому за нас при понтийстве Пилате страдавшему и погребенному но такой внезапный переход отнюдь не значит что все остальное имевшее место между рождением и смертью Христа не заслуживает нашего внимания или не требует нашей твердой и непоколебимой веры углубляясь серьезно в содержание новозаветных писаний мы невольно обнаруживаем что Христос выступив на служение изумлял всех своим святым характером и оставлял у своих современников образ какого-то неземного существа безгрешная жизнь Христа жизнь без пятна и порока жизнь святая величественная и совершенная не могла не вызывать естественного удивления и восторга равно как не могла и не поражать у окружающих его людей знакомого нам вопроса не могла не порождать кто же этот с незапамятных времен прославленные поэты создавали бессмертные поэмы былины трагедии и драмы строгие историки оставляли после себя жизнеописания великих полководцев подвижников и героев писатели изображали самые низменные и самые возвышенные образы мужчин и женщин но ни один из них не дал нам описание такого героя или такого мужа божия о котором можно было воистину сказать все человек восхитительный образ христа образ его мышления образ его жизни образ его действия навсегда остается изумлением великим во всей мировой литературе лучшие литературные критики всех времен и народов познакомившись с евангелием задавали себе вопрос в каком человеческом уме способна была возникнуть личность христа кто из людей мог бы создать образ являющийся являющий собой совокупность всех лучших качеств свойств и способностей полноту всех достоинств и совершенств если христос не имел такого именно характера и не жил такой именно жизнью то откуда у простых галилейских рыбаков родилась бы вдруг идея сговориться между собой и создать такой неподражаемый образ от создания мира и до наших дней прошли тысячелетия и христос как сказано в писании пребывает вчера сегодня и вовеки тот же христос навсегда останется единственным безукоризненным воплощением всех добродетелей и положительных качеств человека его доброта безусловная его любезность безбрежна его милосердие безгранична его терпение неистекаемое его вера непоколебимая его мужество абсолютное его любовь бездонная его проникновенность во все вопросы и нужды нашей души сверхъестественная его знания бога его личная близость к нему потрясающее его понимание нашей падшей природы изумительное его прощение кающимся грешникам бесподобное поэтому не приходится удивляться если лучшие умы человечества знавшие людей с их добродетелями и пороками познакомившись с личностью христа невольно спрашивали сами себя кто же этот Наполеон оказался таким прозревшим он сказал не может этого быть чтобы Иисус был один из них я знаю людей христос как реальность и личность жил не только среди людей благочестливых но и враждебно к нему настроенных те которые пристально следили за ним прислушивались к его словам присматривались к его поступкам и неожиданно делали это единственной целью чтобы найти что-нибудь к его обвинению желали поймать его в слове они ставили ему лукавые и коварные вопросы но никто из них не мог обнаружить в нем чего-либо греховного или предсудительного все эти противники были неоднократно постыжены они должны были со стыдом признать и согласиться с тем что жизнь христа была жизнью беспредельной божественной мудрости в нем сочеталась мудрость исходящая свыше с такой же неземной любовью и простотой диспуты с книжниками законниками иродианами и саддукеями всегда заканчивались для них очевидным конфузом на вопросы которые ставил Христос своим противникам никто не мог отвечать ему ни слова а после объяснения которые они получали от него в ответ на свои вопросы никто уже не смел спрашивать его жизнь Христа воистину была жизнью полной благодати и истины люди слушая его удивились словам благодати исходившим из уст его Христос не стеснялся сказать слушателям сущую правду но в этой правде не было ни насмешек ни колкости ни грубости ни слов злостной критики и осуждения он знал цену души человеческой его отношение к ней было выражено одним из пророков сказавшим он трости надломленной не переломит и накурящегося не угодит жизнь Христа была жизнью любви к Богу и людям его любовь к Отцу доказана его безоговорочным ему послушанием он был послушным до смерти и смерти крестной его любовь к людям Голгофской и жертвой он принял крест за нас будучи богат обнищал ради нас дабы нам обогатить его нищетою явил делом что возлюбил своих сущих в мире до конца возлюбил их сказано нет больше той любви как если кто положит душу свою за друзей своих а Христос умер за нас бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам жизнь Христа была жизнью кротости и смирения это он сказал придите ко мне и научитесь от меня ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим люди которые начинают искать в характере Христа особых черт вскоре приходят в заключение что у него все черты характера особенные он совершен совершенно абсолютно во всех отношениях ибо богоугодно было от суть чтобы в нем обитала полнота божества телесно неудивительно если тот кто пытается описать божественную личность Христа в бессилии кладет свое перо смиренно склоняет перед ним свою голову и говорит ты прекраснее сынов человеческих благодать извелась из уст твоих Христос явил нам в своей жизни такое нечеловеческие качества характера такие что мы охотно и без малейших возражений принимаем их за божественные атрибуты не испытывая при этом никакого в душе противоречия Христос называет себя сыном Божиим и наша душа охотно и радостно соглашается с этим образ Христа и его божественное самосознание остаются по сей день необъяснимыми феноменами размышляя над тем насколько Христос близок к Богу настолько Он слился с Ним у нас появляется нерушимая вера в то что Он способен и нас познакомить с этим Небесным Отцом и с Его невидимым но реальным духовным миром и действительно Христос оказывается единственной на земле личностью через которую Бог находит нас и через которую мы находим Бога продолжая вникать в жизни характер Иисуса Христа нельзя не заметить еще одной изумительной особенности а именно Христос не имел в себе малейшего чувства греховности свойственно всем смертным людям Он никогда не грешил и поэтому никогда ни в чем не каялся Он будучи Бога человеком называл Себя Сыном человеческим но никогда и нигде не ставил себя наравне со всеми людьми не сопричислял себя грешником Возьмем для контраста хотя бы такого духовного гиганта каким был апостол Павел Некоторые богословы склонны даже ставить его на второе место после Христа Но вспомните сколько у апостола сознания собственных своих немощей и несовершенств Сколько потребностей в покаянии и освящении Как остро Павел ощущает нужду в молитвах о себе других верующих в молитвах основанных им церквей Павел рассматривал самого себя первым из грешников Христос же будучи образом Божиим не почитал хищением быть равным Богу Христос жил так что в конце своего служения мог предложить своим противникам и недоброжелателям весьма смелый вопрос Кто из вас облечит меня в неправде и в ответ не услышал ни малейшего объединения Помним памятную ночь когда Иисус стоял один перед своими судьями заранее вынесшими ему смертный приговор решившими погубить его было опрошено множество свидетелей но ни один из них не мог представить первосвященнику Синедриону ничего такого что могло бы предить ему быть вину только превратно истолкованное показание лжесвидетеля о разрушении храма и созидании его да мнимое богохульство послужили основанием для первосвященнического вердикта повинен в смерти Понтий Пилат желавший иметь в своем распоряжении хотя бы какое-нибудь нарушение закона вменяемое вину преступнику и не получив его должен был всенародно омыт руки и заявить я не нахожу никакой вины в этом человеке Иуда наблюдавший за Христом в течение трех лет видевший святую жизнь Христа должен был исповедать перед первосвященником что он предал кровь невинную находясь в самом беззаконном и нечестивом окружении подвергаясь побоям насмешкам и оплеванию Христос даже там сохранил свой совершеннейший характер его взор не омрачался злобой а из уст его не изошли ни слова угрозы ни крики проклятия будучи злословим он не злословил взаимно страдая не угрожал но предавал все то судьи праведному такова жизнь Христа ни один духовный писатель на возоветних книг описавший жизнь Христа не допускал даже мысли о том что он совершает богословский труд который станет ценнейшим духовным наследием последующих двадцати веков церковной истории апостолы передали нам жизнь Христа с натуры и своим подражанием ему подтвердили виденный ими образ исключительное качество учителя вот то что привело евангелистов к этой передаче и откровению чрезвычайно важно подчеркнуть что евангелисты не получили переданных иными сведения Христе из вторых рук и писали о нем нехитиспределенным баснем последуя но бывшие очевидцами его величия все что писали евангелисты было написано ими главным образом для своего окружения и в первую очередь для жителей Иерусалима они составили благовествование совершенно известных о совершенно известных между ними событиях только они могли начать свое изложение словами о том что было от начала что мы слышали что видели своими очами что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни ибо жизнь явилась и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь которая была у отца и явилась нам вникая серьезно в жизнь Христа и беспристрастно анализируя его изречения и поступки даже самые строгие критики неизменно приходят к тому что личность обладающая подобными качествами души и располагая таким характером и таким влиянием на людские сердца должна быть личностью сверхъестественной божественной к этому заключению пришел один из величайших по своему влиянию философов и мировых писателей вольнодумец Жан-Жак Руссо который писал если жизнь и смерть Сократа жизнь и смерть мудреца то жизнь и смерть Иисуса жизнь и смерть Бога к этому же выводу приходили лучшие мыслители и деятели всех веков многие из них рассуждали так если все то чему Христос учил кем он был и что он совершил исходило от плотника из Назарета Иисуса а не от Христа Сына Божия тогда личность Христа остается непостижимой тайной тогда на вопрос кто же этот мы не имеем ответа кто сей спрашивал пришедший в движение весь город когда Христос торжественно вошел на молодом масле Верусалим кто сей спрашивает до сих пор совопросники века сего и не желает отказывается принять единственно правильный ответ ответ Божий который гласит сей Сын Мой возлюбленный в котором мое благоволение его слушайте почему так важно необходимо обрести правильный ответ на вопрос кто же этот потому что от правильного ответа и нашего правильного отношения ко Христу зависит осмысленность нашей земной жизни и наша вечная участь в нем была жизнь и жизнь была свет человеков и нет ни в ком ином спасения ибо нет другого имени под небом данного человеком которым надлежало бы нам спастись верующий Сына Божий имеет свидетельство в себе самом неверующий Богу представляет его лживым потому что не верует в свидетельство которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем свидетельство сие в том что Бог даровал нам жизнь вечную и сия жизнь в Сыне Его имеющий Сына имеет жизнь не имеющий Сына Божий не имеет жизни и я написал я вам верующим во имя Сына Божия дабы вы знали что вы веруя в Сына Божий имеете жизнь вечную знаем также что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе все есть истинный Бог и жизнь вечная 1 Иоанна 5 глава его совершенное учение и все друг друга спрашивали что это что это за новое учение Марк 1 27 всякие приступающие учения христово и не пребывающие в нем не имеет Бога пребывающие в учении христовом имеет и отца и сына превосходящее разумение человеческое учение христово отличается от всех остальных религиозных учений тем что оно содержит в себе самые возвышенные этические идеалы и самые глубокие духовные истины какие когда-либо посетили человеческий разум или были продуктом и достижением мировой истории люди и мировой мысли люди неверующие и даже явные противники христианства имели мужество согласиться с тем что учение Христа предельная истина выше какой нельзя уже ничего представить себе Штраус сказал Христос воплощение морального совершенства моральное учение Христа фундамент христианской цивилизации другой такой же скептик Ренан сказал моральное учение Христа самое прекрасное и возвышенное какое когда-либо было знакомо человечеству нагорная проповедь Христа никогда никем не будет превзойдена Гёте нет ничего более превосходного Спиноза символ божественной мудрости Жан-Жак Руссо нельзя назвать человеческим Своим учением Христос не только превзошел всех мудрецов мира но даже намеком ни от кого из них ничего не заимствовал и никогда и нигде их произведений не цитировал Самые строгие критики посвятившие свою жизнь для разбора литературно-художественных произведений заявляют что во всей мировой литературе они не находят даже самой отдаленной параллели к той совершенной истине какую Христос открыл и не встречают никакого сравнения с теми неподражаемыми притчами в которые Христос заключил свои божественные откровения ни в одном религиозном учении мира нельзя обнаружить такого порицания и нежности пафоса и простоты грозного предупреждения и беспредельной любви Христос и Его учения принесли в мир больше света чем все учения мира вместе взятые ни один древний мудрец или современный передовой мыслитель не предложил нам более разумного назначения человека и более приемлемого смысла нашей земной жизни чем то что сказал Христос учение Христа предлагает человеку удовлетворение всех исканий запросов нужд и чаяний его бессмертной души оно призывает человека к самому предельному идеалу жизни и счастья оно окрыляет самого безнадежного человека самой возвышенной и животворящей надеждой учение Христа производит в людях такое благотворное действие на какое не способно ни одно человеческое учение уже это одно подтверждает что учение Христова от Бога Иисус отвечает сказал мое учение не мое но пославшего меня кто хочет творить волю его тот узнает о всем учении от Бога ли оно или я сам от себя говорю Христос говорил как власть имеющий говорил так что нельзя было отнестись к этому равнодушно все сказанное Христом приводило слушателя к личной проверке своего сердца и жизни к серьезному самоанализу самоисследованию вспомним тот евангельский случай когда фарисеи первосвященники послали служителей схватить его посланные пришли к храму где проповедовал Христос и подойдя к толпе слушателей сами были настолько захвачены и поражены его учением что возвратились со своими веревками обратно к первосвященникам и первосвященники сказали им для чего вы не привели его служители отвечали никогда человек не говорил так как этот человек не то ли самое должны сказать мы с вами читая его слова двадцать веков спустя чем внимательнее мы читаем евангелие тем больше оно захватывает нас чем глубже вникает в прочитанное тем глубже проникают они в нашу душу подвергая самому строгому исследованию учения Христа мы должны прежде всего согласиться с тем что никогда и ни один человек не говорил так о Боге как этот человек он и только он сказал нам все о Божьей сущности о его божественных атрибутах свойствах и качествах о том как Бог смотрит на нас и как относится к нам грешным погибшим людям только Христос дал нам правильное представление о Боге Бог далекий и грозный Бог невидимый и страшный был представлен нам Христом как Бог близкий и дорогой нашей душе как наш любящий небесный Отец в учении Христа Бог открыт и показан нам на личном примере Христа Богом милующим кающегося грешника прощающим и спасающим Богом Христос сказал Бог есть Дух Бог есть Свет Бог есть Любовь Христос сказал нам о Боге все что доступно нашему человеческому разумению все что мы способны вместить учение Христа о Боге ничто иное как последнее и законченное откровение Божие данное человечеству никогда никогда человек так не говорил о человеке как этот человек учение Христа поражает нас прежде всего своим исцерпывающим знанием человеческой сущности и человеческой природы нигде в другом религиозном учении человек не представлен нам с такими правдивыми характерными для него чертами былого величия и актуального ничтожества его силы и мудрости наряду с его бессилием и безумием только Христос назвал человека существом возлюбившим более тьму нежели свет блудным сыном погибшим нуждающимся в искуплении своей вины и примирении с Богом существом способным раз и навсегда покаяться оставить всякий сознательный грех начать новую жизнь и возродиться свыше читая Евангелие мы изумляемся его прозорливостью он видел что происходит в сердце и душе человека он читал мысли людей и неоднократно говорил ученикам своим для чего такие мысли входят в сердца ваши он знал и видел человека насквозь и поэтому так сказано не вверял себя людям ибо знал что в человеке Христос первый открыл нам подлинную цену души человеческой и человеческой личности ибо какая польза человеку если он приобретет весь мир а душе своей повредит или какой выкуп даст человек за душу свою Христос открыл нам что душа наша бессмертна ее нельзя убить или уничтожить поэтому не бойтесь убивающих тела говоря о человеке Христос указал на чистоту души и сердца как на высшую цель жизни ради достижения которой нужно пойти на любые жертвы он даже изрек блаженство для людей ревнующих о чистоте своего сердца сказав блаженны чистые сердцем ибо они Бога узрят они узрят его не только в вечности но уже сейчас в этой земной жизни они увидят его отцовскую заботящуюся о них руку увидят его чудесную помощь его защиту утешение руководство и награду Бог обещает говоря за то что он возлюбил меня избавлю его защищу его потому что он познал имя мое воззовет ко мне и услышу его с ним я в скорби избавлю его долготой не насыщу его и явлю ему спасение мое никогда человек не говорил так как этот человек о загробной жизни и вечности для людей современной науки мир потусторонний мир духовный это терра инкогнито неведомая земля неизвестная территория это область сомнений гаданий и предположений сфера неуверенности и неопределенности для многих философов и религиозных вождей загробная жизнь это рассадник всяких сказок и небылиц явившихся продуктом больного человеческого воображения для самого же Христа потусторонний мир это предмет абсолютной реальности и несомненной достоверности нужно сказать здесь что многие люди верили в существование загробной жизни и до Христа но что именно она представляла из себя эта загробная жизнь никто из них ничего точно не знал все они могли говорить они только гадательно напротив Христос никогда и ни о чем не говорил предположительно а тем более загробной жизни он всегда давал божественно исчерпывающие ответы на все вопросы связанные с потусторонним миром иногда он ставил людям вопрос о вечности на которые у них не было ответа но не было ни одного заданного ему вопроса на который он не дал бы ясного ответа одной лишь притчей о богаче Лазаре Христос открыл перед нашим взором занавес разделявший мир видимый от мира невидимого и показал всем читающим Евангелие что далеко не все кончается земной жизнью и телесной смертью он сказал я есть им воскресение и жизнь верующий в меня если умрет оживет и всякий верующий живущий верующий в меня не умрет вовек разбойнику благоразумному Христос ответил ныне же будешь со мною в раю прощаясь со своими учениками он сказал иду приготовить место вам приду возьму вас к себе чтобы и вы были там где я он сказал что они не погибнут вовек и никто не похитит он не похитит он он не похитит дозь он 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 Продолжение следует...